Сегодня должен прибыть первый рейс с казахстанцами, эвакуированными из Украины. МИД республики сообщил, что их заберут из Польши. Напомним, первый эвакуационный рейс должен был состояться еще 26 февраля, однако вылет не состоялся. Казахстанцы по разным причинам, оказавшиеся в этой ситуации, обратились в МИД и посольство за помощью. Стоит при этом понимать, в какой обстановке работают консульства. Оказалось, что в Украине всего 8 дипломатов на всех желающих. Накануне на границе находились 4 автобуса с казахстанцами, в каждом по 40-50 человек. Их, к слову, автобус от Киева и любого другого города Украины до польской границы стоит 15-20 тысяч долларов. В посольстве таких денег нет, а переводы не работают. Так что консульства работают за свой счет. За свои деньги почетные консулы отправляют людей домой, еще помогают неравнодушные граждане и волонтеры. Дипломаты из Варшавы встречают наших на границе. Кстати, в Польше развернуты логеря беженцев. Спасибо нашему государству, консулам. Помогли приехать, перевезли, эвакуировали. Большое вам спасибо. Спасибо. Не знали, что делать. Очень сильно выручили. Благодарность очень большая. Как рассказал посол Казахстана в Украине Дархан Калитаев, когда группа из Киева уезжает в Польшу, то их сопровождает несколько наших дипломатов. Два-три человека всегда должны оставаться в посольстве. В Киеве в подвале посольства сидят 40 человек, а заявки на эвакуацию растут с каждым днем. По состоянию на 28 февраля, например, украинско-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана. Сегодня эвакуировали 175 человек. Все они прошли регистрацию и уже ночью прибудут в Алматы и в Атрау. Некоторые выразили мнение, что вывоз наших людей начался поздно, но народные избранники поддержали МИД. Когда разрешится эта ситуация и окончатся ли переговоры миром, пока неизвестно. Но на границе еще остались наши граждане, которые постепенно будут вывезены новыми рейсами. К-42.